Если вы это потом, не буду, дорогие друзья, я действительно рад приветствовать вас на этом первом слезе кибердружинников, потому что значительная степень явления это уникальное, и сама кибердружина, и этот слез, и то, что, наверное, все вы друг друга впервые видите в офлайне, то, что это не роботы, не боднеты, которые занимаются этим важным делом, а то, что это интересные, интеллигентные люди самых разных поколений, которых объединило одно очень серьезное и важное дело – это данность нашей жизни, наверное, для большинства из вас вещь, которая вошла в вашу жизнь с тех пор, как вы научились ходить, и компьютерной технологией, и интернет в целом, и можно сказать, что из инструмента сугубо научного общения и специального, как он задумывался, он буквально стал неотъемлемой частью современной цивилизации, интернет связывает и поколения, и народы, и в целом все современное сообщество, которое живет на планете Земля, и понятно, что по мере того, как он перешел от развлекательных и даже познавательных целей к тем технологиям, которые напрямую замкнуты, в том числе и на государственное управление, электронное государство – это такое же естественное понятие в наше время, как государство само по себе, стало понятно, что и те угрозы, которые существуют и живут внутри интернета, они самым непосредственным и иногда очень критическим образом могут отражаться на жизни государств, примеры тому существуют, это и истории, которые связаны с разного рода вирусами, и во многом пока есть фантастические, но вполне себе мысленные катастрофы, которые могут произойти, если вдруг критическая инфраструктура в той или иной стране по вине интернета откажет. Вея на отключение электроэнергии в самых красных государствах уже показали, что общество и современный человек просто не готовы и не способны жить в таких условиях, и поэтому, конечно, очень важно становится этим угрозам противостоять, но одно дело, когда этому противостоит государство, и совсем другое дело, когда этому учится противостоять само общество, учится противостоять пользователей, демонстрирует способности объединяться, объединяться, отстаивать свои интересы, интересы своей семьи, интересы своих сограждан, и тема эта, она действительно звучит сейчас с самых высоких и важных трибун, буквально на днях во время прямой линии президенту был задан вопрос как раз на тему, которая непосредственно связана с людьми, с которой занимаетесь вы, и я просто позволю себе процитировать его ответ. Интернет — это действительно пространство свободы, там невозможно ничего ограничить и запретить, но общество может и должно ограничить себя от чего? От педофилии, от детской порнографии, от распространения наркотиков, и от суицидов, от мучения суицидов. И можно сказать, что как раз кибердружина стала очень хорошим примером и самоорганизацией интернет-сообщества. За два года существования она объединила в себе в той или иной степени десятки тысяч людей, которых по-настоящему волнует будущее Рунета, а будущее Рунета, наверное, неотделимо от будущего и настоящего нашей страны. И, конечно же, важно, что кибердружине удалось наладить рабочее, конструктивное взаимодействие с правоохранительными органами, потому что при том, что функции карающие остаются в руках государства, но тех людей, которые творят разного рода непотребности в интернете, можно отпугнуть только неотвратимость наказания, и для этого, конечно же, взаимодействие с правоохранителями просто неизбежно. Действительно, и по этому залу видно, что кибердружины вступают люди из самого разного возраста, но во многом неожиданном, я думаю, для вас самих и для нас, для попечителей Безопасного интернета, стало то, что к этому движению стали присоединяться люди из стран, которые раньше входили в Советский Союз, но, а затем и из стран, которые мы относим к дальнему зарубежью, я просто перечислю список тех стран, где сейчас бьются кибердружинники, это и Белоруссия, и Украина, и Латвия, Финляндия, Германия, Бельгия, Франция, Грузия, Азербайджан и Казахстан. Налаживаются и коллегиальные связи, и дружеские с теми, кто занимает аналогичные проблемы в других странах. Результаты, можно сказать, не замедлили себя ждать, потому что всего за один год, и это данные, которые подсчитаны не нами, это данные, которые подсчитаны в НХОУ. Доля РФ как хостера детской порнографии снизилась с 29 до 13%. И во многом это заслуга именно кибердружинников, то есть во многом это важная заслуга. В борьбе с распространением опасного непротивоправного контента используются разные методы от создания и задействия горячих линий, собственно горячей линии, Лиги безопасного интернета, горячей линии Роскомнадзора. Есть и такая форма деятельности, как выявление лиц, которые занимаются изготовлением и распространением противоправного контента, и в первую очередь детской порнографии. И те, кто этим занимается, это особо мужественные люди. Я считаю, что вы примерно представляете, о чем идет речь. И цифра здесь тоже очень красноречивая. За прошлый год с помощью кибердружинников удалось раскрыть 319 преступлений, настоящих преступлений. И если перевести на вычет наш календарь, это будет означать, что практически каждый день удавалось разоблачить кого-то из преступников. И это действительно плоды той большой работы, которая была проделана и те, кто присутствует в этом зале, и те, кто по разным причинам не смог сегодня приехать в Москву. Важно, чтобы вы понимали, что в своих действиях вы не одиноки. Это известно из военных путней. Одно дело, когда человек сидит в окопе, и кажется, что уже все отступают, и надо тоже бежать. И совсем другое дело понимать, что рядом точно так же обороняются твои товарищи. Но для меня, прежде всего, в этом зале собрались люди, которые делают то, что считают нужным, не для того, чтобы стяжать за это какие-то лавры и особые поощрения. И, может быть, именно поэтому делают это хорошо. И мне тоже хотелось бы поддержать эту традицию кибердружинников. Меньше говорить и больше делать. Поэтому я буду сворачиваться. И хочу перейти к приятной части нашей встречи, к вручению небольших сувениров и знаков отличия лучше. Спасибо. 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 Спасибо.